Сегодня редко можно встретить работающего, учащегося или пенсионера, у которого нет банковской карточки. И процесс обеспечения населением этим платежным инструментом набирает обороты. Это связано с общегосударственной программой развития безналичных платежей, задача которой – довести их объем в сфере розничного товарооборота и в сфере услуг до 50%. Для реализации этого проекта в силу вступают платежные терминалы, установленные в объектах торговли. С их помощью у покупателей есть возможность совершить безналичный расчет, который имеет свои преимущества, как для самих владельцев пластиковых карт, так и для государства. Полностью обеспечивается контроль за реализацией товаров, работ, услуг. То есть практически исключается теневой оборот товаров, потому как вся реализация, она непосредственно, расчеты, которые проведены, они поступают на счета организаций. И, соответственно, на счетах организаций видна вся выручка, которую реально получили объекты торговли и объекты сферы услуг. Что касается потребителей, то, в принципе, они тоже имеют определенную выгоду, так как им не надо ходить дополнительно к банкоматам, снимать денежные средства, наличные. Кроме того, наличные денежные средства, они, в общем-то, подвержены возможности хищения, утраты, кражи. Тогда как безналичный денежный оборот, то есть карточка, если даже ее где-то случайно кто-то вытащил, ну, не случайно, может быть, умышленно вытащил или сам случайный человек потерял, в любом случае воспользоваться денежными средствами с этой карточки, скажем, злоумышленник не сможет. Полноценно оформить покупку можно с помощью кассового оборудования, на котором убивается чек. Этот так называемый платежный документ содержит все необходимые сведения о самой покупке, начиная от названия товара и его стоимости, заканчивая количеством. Сведения о совершенной покупке на платежном документе, выбитом на кассе, отличаются от сведений чека из платежного терминала. Так как только непосредственно карточек, который формирует платежный терминал, там указана дата, время и сумма проведенной транзакции. Поэтому здесь получается, как бы, полностью покупатель защищен в плане, как и потребитель, что у него есть документ, подтверждающий факт покупки, в котором четко указано, что, когда, за какую сумму он заплатил, за что. И, как говорится, нету вот этого денежного наличного обращения. Еще одним преимуществом использования безналичного расчета можно назвать развитую связь между объектом торговли и услуг и банковским подразделением. Отсюда и высокую скорость обработки карточек, чего не всегда скажешь о платежах НАЛО. За счет этого увеличивается и скорость обслуживания покупателей, что при быстром темпе жизни является немаловажным фактором.